Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, новый день, новый обзор охоты за звездами. Сегодня посмотрим, как поменялся наш топчик за сутки, можно так сказать. Уже третий день у нас подошел к концу, идет четвертый день, осталось буквально полденька, наверное около 12 часов до рестарта, где-то около этого времени. Ну и сегодня пробежимся по заключительным местам, которые уже находятся у нас за десяткой. Посмотрим, кто у нас ворвется в ближайшее время в топ, кто уже старается именно достичь этой заветной десятки. Ну а что касаемо именно первой пятерки, даже не пятерки, а семерки-восьмерки, в принципе тут уже говорить не о чем. В принципе играют и игроки эти стабильно, а если они играют стабильно, значит они свои позиции в принципе удерживают. Первое место, как всегда, у нас за миксом, трио немножко у нас разъединилось по местам, кинг-уфтп уходит на 100 звезд от своих сокомандников. И на третье место обрывается игрок с ником Анимейшо, что-то в этом роде. Поэтому как-то так у нас топ немножко меняется, но в принципе в этом больших изменений у нас в принципе сейчас никаких нет. Что касаемо именно таки конца, можно так сказать, десятки, именно девятое-десятое место. Что с этими игроками будет в дальнейшем, я думаю, что им придется не сладко, им придется очень-таки жестко стараться, чтобы не потерять свою десяточку. Иначе у них могут быть большие проблемы, так как у нас уже появляются игроки, которые будут бороться именно за эту десятку. И сегодня поговорим именно о них. Кто у нас занимает одиннадцатое место? Одиннадцатое место у нас занимает миссис Валевская, про которую я уже говорил в первом обзоре. Что если данный игрок задастся целью заработать именно эту заветную десятку и попробовать войти именно в нее, то в принципе может за эту десятку побороться. Что касаемо звезд, то у нее 1735 звезд и в принципе до входа в десятку не хватает всего лишь 107 звезд. В принципе это пару-тройку часов игры. И в принципе если у нас игрок, занимающий десятое место, а именно VIP YouTube VIP, немножко просядет, немножко меньше будет играть, то уже он в скором времени потеряет именно такие десятки. Хотелось бы сегодня рассказать также про Биг Танкса, который борется именно за этот топчик. И я думаю, что ему надо в ближайшее время очень-таки сильно постараться, если он хочет остаться в этой десятке. Так как ему на грабли будет сейчас очень сильно наступать. У нас появился уже в топ-15 Форс небезызвестный игрок Вавилонов. Мой братишка, все его знают. Ну и вам скажу про него так точно, что если этот игрок захотел войти в топ-10, он сделает максимум, чтобы в нее попасть. Это я вам точно говорю, в этом я вас уверяю. И поэтому осторожней будьте, ребята, которые находятся сейчас в топ-10 и кто смотрит данный ролик. Старайтесь, нагибайтесь и не хотите потерять это место, но вам придется точно не сладко. Именно поэтому игроку я точно уверен, что если он захочет, он займет эту десятку. Дальше у нас на 13 месте у нас находится Сергей Микс. Играет данный игрок не так давно, я так понял, на этом аккаунте. Не знаю, какой у него там основной аккаунт, кто это вообще и откуда он вообще в принципе появился. Но парень играет, старается и сейчас находится на 13 строчке. Простите, ну не знаю, честно пока, если честно, я не уверен, что данный игрок может удержаться именно в топ-10, до нее дотянуться в принципе. Поэтому на него я бы свою ставку не делал. И также у нас есть игрок с ником Elk7, тоже игрок 5-й Ворант. Тоже борется за эту десятку, но тоже пока я, честно говоря, не уверен, что у данного игрока может что-то получиться. Ну, что касаемо Миссис Валевской, я уже в принципе сказал, что данный игрок точно будет бороться за десятку. И именно вот я бы на своем месте поставил именно ставку на 11-е и 14-е место, которые сейчас именно занимает форса Миссис Валевская. Которые могут в принципе изменить эту топ-10 и поменять ее в свою сторону, выбив оттуда того же BigTanks и VIPYouTubeVIP. Если честно, даже не в курсе, что касаемо данного игрока. Сейчас зайдем быстро в рейтинг, посмотрим, что у него вообще да как. Это у нас генерал-лейтенант, который в принципе очень мало опыта набивает. Набивает очень много кристаллов и каким-то образом набивает очень много звезд. Для меня это, кстати, непонятно, как с таким маленьким количеством опыта можно набивать так много звезд. В чем секрет? Если кто-то, ребят, из вас знает, то обязательно отпишите в комментарии, как данный игрок набивает звезды. Потому что мне в принципе вообще непонятно, как это у него получается. И как это вообще выходит так, что он набивает так много и зарабатывает так мало опыта. Если вы, ребят, знаете все это, то обязательно отпишите по этому поводу в комментарии. Ну и в принципе, все, что я хотел сегодня сказать про топчик, я уже все рассказал. Топ-10 у нас за исключением последних трех мест меняться точно уже, я думаю, не будет. Что касаемо Миксули, Кинков, ТП, Анимейшера, Адвоката Ветис Мергеляна 2, Лост, СССР 90. Я думаю, что вот эти именно 7 игроков точно у нас заберут этот фриз хт, так как они играют довольно-таки стабильные. Если ничего не произойдет, то эта семерка оставит свои позиции, так как они сейчас у них имеются. И в принципе, в этом плане у них получится все четко. Поэтому, ребят, если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят, выполняйте условия конкурса в группе, который у нас сейчас проходит. Ссылочку на него я оставлю в описании. Но у меня на этом все. Очередной день, очередной обзор. Всем спасибо. Пока.